Подземный блиндажный храм для бойцов на передовой помогли построить старооскольские волонтеры. А еще они собрали деньги на покупку нескольких автомобилей. Попали в эфир федерального канала и получили медали Министерства обороны России. Зачем волонтерам личное оружие? Есть ли у них выходные? Помогает ли фронту бизнес? И сколько стоит поездка на фронт? Узнавала Лариса Ульяненко. Евгений Булгаков и Виктор Лардыгин фронту помогают практически с первых дней СВО. Признаются, что за это время почти не отдыхали. В выходные? Да их практически нет. Это такое понятие растяжимое – выходной день. Но когда он есть, мы занимаемся подготовкой к выезду, подготовкой к гуманитарной помощи. То есть все идет расфасовка, подписываешь, адресные посылки. Почти каждую неделю Виктора и Евгений везут гуманитарку на передовую. Не только вещи, еду и медикаменты, но и автомобили. Один сейчас работает на Херсонском направлении, и два – на Сватовском. На них доставляют раненых, подвозят боекомплекты и провизию. У нас есть такое славянское братство. Ребята оттуда купили нам для бойцов два автомобиля. И один автомобиль передали с Белгорода. Кирилл Бруклин передал УАЗик. Что сейчас нужно фронту? Да все то же самое, только плюс зимние вещи. Те же носки, те же балаклавы, перчатки, шапки нужны. Сейчас теплые какие-то вещи нужны, нательное белье очень нужно. И также приборы ночного видения, дневного видения. Также огромная нужда в газовых баллонах. Это очень большой расходник, дорогостоящий расходник. И расходуется быстро, и много его надо. Как правило, это сейчас на обогрев уйдет, и на приготовление, как бы себе разогреть что-то, покушать. Мы им передавали, так сказать, плитко-обогреватель. Интересный вариант, очень хороший. Но, соответственно, под него нужен газ. На передовой, на ЛБС буржуйки не используют. Они дымят, они выдают позиции. И там каждый обогревается так, как может. Как может, помогает тыл. Но поддержка города и селу фронту разная. Горожане чаще переводят деньги или покупают что-то в магазинах. А деревенские жители обычно передают то, что сами вырастили домашнюю консервацию. Когда идет, допустим, сбор урожая, то есть они там, конечно, грузят прям тоннами, просто вывозишь. И все это приводишь к бойцам. У нас есть ребята активные. Они помогают настолько, вот они вчетвером просто могут перекрыть все потребности, в которых наши бойцы нуждаются на самом деле. И это дорогого стоит, потому что таких людей очень мало. Также в Губкине у нас есть ребята, которые тоже немало активные. То есть они очень сильно помогают и финансово вкладывают, то есть именно на ремонты машины. На закупку запчастей тех же, понимаете. Запчасти, бензин. В Новороссии он дороже, а на газе, когда стреляют, опаснее. Ремонт машин. Эти статьи расходов у волонтеров серьезные. К примеру, чтобы довести груз на двух газелях до передовой, заночевать в гостинице и вернуться домой, нужно около 45 тысяч рублей. Недавно ребята возвращались в Запорожье, и машина сломалась. В поле метель, холод. А на карте всего 6 тысяч рублей. На топливо до дома. И все. Эвакуатор, когда мы обратились к эвакуатору, изначально у нас запросили 45 тысяч рублей за доставку автомобиля до Старого Оскола. Потом, когда эвакуаторчик приехал, выяснил, кто мы и что, он снизил до 35. Но опять же, эта сумма была великая. Виктор опубликовал в соцсетях экстренный сбор. Первыми откликнулись бойцы с передовой. Подключились и староскольцы с Губкинсами, Дальний Восток, Москва. В итоге собрали 106 тысяч. 35 тысяч отдали за эвакуатор. По 50 тысяч мы от двух групп с Рашитовым и Дмитрием скинулись на приобретение контрактного двигателя на этот автомобиль. Остальные деньги все я потратил на блиндажный храм. То есть на приобретение инструмента и всего прочего. О том, чтобы помочь достроить блиндажный храм, оскольчан попросили военные. 1550 человек. И как? Ну как отказать? Не имеем права. Интересная история. Это ребята с Ватова-Кремяное направление. Обратились помочь им достроить. Они своими силами все, что могли, построили. Большой храм. Ни дверей, ничего в нем нет. Стены надо было еще обшить. Утеплитель нужен был. Турмента не хватало. Дизельная подстанция нужна была. Ну, на данный момент, буквально два дня назад, я отгрузил. Закрыли мы все эти вопросы. Не смог отказать, потому что, со слов ребят, как это, говорит, единственное место, где можно сходить, успокоить душу. Там свечку поставить за упокой, допустим, погибших ребят. Вообще за здравие сходить, сходить, помолиться. В сборе на подземный храм и медикаменты помогли двое депутатов облдумы и коллектив больницы Луки Крымского. Они всегда в строю, наверное, с первых дней с нами. И вопросы тяжелые тоже закрывают. За что всем большое спасибо. И также наш храм в селе Куни, который находится, помогли в приобретении фанеры. Передали свечи церковные, иконы передали. А бизнес помогает? Крупный бизнес? У нас есть ребята, вот у них группа своя, которая «Славянское братство». Мы пытались пригласить их на встречу. Они сказали, мы в тени, мы без имен, в тени, нам это не надо, мы не ради этого делаем. Крупный бизнес, непосредственно в помощи, я бы не сказал, что помогает. Чем крупнее бизнес, наверное, тем меньше в нем денег. Военные ходатайствовали перед Минобороны о награждении ребят медалями. А после выхода нашего сюжета об обстреле ВСУ автомобиля староскольских волонтеров, их пригласили на телеканал «Звезда». Мы там снимали с телепередачи, еще своих, если не ошибаюсь, называется, по той ситуации, когда мы попали под обстрел. А наградили нас, Виктора меня наградили, также супругу. Они медали участника специальной операции, заслуженная медаль. И я говорю всем людям огромное спасибо. Но для противника наши волонтеры как кость в горле. С украинских номеров часто звонят, пишут, угрозы не прекращаются. Виктору и Евгению пришлось оформлять разрешение на ношение оружия. На войне не спасет, но от лихих людей на дороге уберечь может. Ребята вновь вскоре собираются за ленточку. И мы выяснили, на запорожском направлении их 500 человек, все с Белгородской области. Больше 100 человек со Старого Оскова. Будем держать направление туда. Они ничего у нас не просили. Мы и так знаем их потребности, но уже по традиции, это будет крайняя поездка у меня в этом году. Порадовать перед Новым годом, чтобы показать, что область их не забыла. Все их помнят и все гордятся ими. Если вы тоже хотите помочь, можно написать Виктору Лардыгину во Вконтакте или присоединиться в Телеграм к отряду партизан Евгения Булгакова. Ведь своих не бросаем. Правда. Лариса Ульяненко, Евгений Левошко, Мария Шелепова, 9 канал.